ХУЛИТЕРАТУРА, ХУЛИТЕРАТУРА Первая страница интересная, потом начинается бесконечное восхваление индексного инвестирования, ну, причем вложение, конечно, в фонды Вангард. Ну, что еще восхвалять основателем? Естественно, себя, свой подход и свою компанию. Ну, этот подход, вот такой, что вначале интересный, а потом нет, сыграл со мной злую шутку, потому что, сами понимаете, бесплатный ознакомительный фрагмент, он меня увлек, а потом книжку, когда я купил, дальше все одно и то же оказалось. Ну, понятно, что сам Джон, или по-другому, он себя называет Джек Богл, он очень крут, он перенес Великую депрессию, дожил до 90 лет, дико разбогател и помог, кстати, многим простым американцам, и не только американцам, стать инвесторами в хорошем смысле этого выражения. Вангард он создал в 1974 году, и вскоре после этого он сделал первый инвестиционный фонд для широкой публики Вангард 500. За 25 лет, то есть там по 2002 год, количество денег под его управлением увеличилось с 2 до 600 миллиардов долларов. В 1996 году ему даже пересадили сердце, не буду говорить от кого. Ну, и сами понимаете, он не раз входил в списки самых влиятельных людей мира. У него шестеро детей, которые живут там где-то в его родовом гнезде. Теперь про саму книгу немножко расскажу. Цифры, которым нельзя верить, тут порой, к сожалению, притянуты за уши бывают, потому что у активного управления, с которым Богл как бы борется, он никогда не забывает вычесть всевозможные комиссии, налоги, инфляцию и все подобное. А вот у пассивного будто бы этого всего нет, хотя оно, конечно, есть. Ну, и тоже надо понимать, что пассивные инвесторы в своей массе тоже зарабатывают намного меньше хваленов Боглом и индексных фондов. Об этом я писал в хулиномике довольно подробно, потому что пассивные инвесторы, у него будет свойство не вовремя входить и не вовремя выходить из этого пассивного фонда. Но Джон Богл об этом почему-то рассказывать не хочет. А я хочу, чтобы вы знали больше и не теряли деньги. Ну, кому еще раз порекомендовать эту книгу? Я думаю, что новоявленных спекулянтам она поможет. Люди, которые там собираются наторговать себе на Ламборгини после первой удачной сделки внутри дня, вот им книга поможет немножко протрезветь. Ну, и тем, кто хочет прищучить активных управляющих, тут множество полезных фактов, доводов и цифр против активного подхода. Напоследок, правила Джона, или еще раз, как он называл себя, Джека Богла о жизни и предпринимательстве. В целом, я нашел более развертую статью, может быть, даже сделаю отдельное видео из серии «Повадки рептилоидов», но вот сейчас кратко. Правило номер один – ловите удачу, превращайте поражение в победу, третье – найдите наставника, не бойтесь увольнения, будьте смелыми. Шестое – ловите удачу много раз, замечу, что это повтор первого пункта, никогда не падайте духом, ну, прям подчерчили, да. Восьмое – сделайте мышеловку лучше, чем ваш сосед, и люди сами к вам придут. Девятое – никогда, никогда, никогда не сдавайтесь, это, кстати, повтор седьмого пункта. Десятый пункт – очень важно, изучайте арифметику, ну, куда без нее. Одиннадцатый пункт мне понравился, действительно, серьезный, не надо недооценивать власть очевидного, потому что люди, очень многие очевидного не видят, не замечают. Двенадцатое правило – конкурировать проще, если конкуренты не хотят или не могут конкурировать на основе затрат. Ну, я думаю, что он, конечно, имеет в виду именно управляющей компанией, и здесь надо передать, конечно же, привет компании «Финекс». И пункт тринадцать – наше величайшее вознаграждение приходит, когда мы содействуем экономическому прогрессу и помогаем построить лучший мир. Ну, вот на этой торжественной ноте, я думаю, надо закончить этот обзор. Всем спасибо и пока, удачи, с вами был Алексей Маков. Субтитры подогнал «Симон»!